МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С этим назначены новые министры и Акимы. Запретами проблему не решить. С таким заявлением выступили общественники, протестуя против запрета электронных сигарет. Предложения Минздрава будут только множить серый импорт и продажу нелегального товара, говорят общественники. В Сырымском районе Западно-Казахстанской области не хватает медиков. Об этом заявил Аким районный жуманкильдеба Терниязов на брифинге региональной службы коммуникаций. Также глава района рассказала о социально-экономическом развитии. Снова перестановки. Экс-глава МВД Ахмеджанов стал Акимом Акмолинской области. Акимом Актюбинской области назначен Ацхат Шахаров. Ерлан Насанбаев теперь министр экологии и природных ресурсов. Указом главы государства Ербол Карашукеев назначен Акимом Жамбылской области. Пример Смаилов побывал в нескольких областях. В Жамбылской области он говорил о проблеме водоснабжения. Вопросами водных ресурсов занимались разные министерства. И некоторые эксперты озвучивали необходимость появления некоего органа, который бы мог сконцентрировать в своих руках все эти вопросы, неся при этом ответственность за провалы водной стратегии. И вот теперь Министерство водных ресурсов создано. На следующий год заложили деньги в бюджет для строительства трех крупных водохранилищ. И за счет местного бюджета надо строить мелкие водохранилища. Но самая главная фигура – премьер-министр Алихан Смаилов. После этого послания были какие-то ожидания по поводу его отставки. В прошлом году мощный поток критики в адрес Смаилова звучал и со стороны президента. Но отставки за этим не последовало. Возможно, это связано с тем, что у президента очень короткая кадровая скамейка запасных, полагают аналитики. Премьер-министр с прошлого года находится в состоянии постоянного антикризисного управления. И даже при большом количестве ошибок, которые совершает его правительство, он сохранил пост. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Запретами проблему не решить. С таким заявлением выступили общественники, протестуя против запрета электронных сигарет. Предложения Министерства здравоохранения будут только множить серый импорт и продажу нелегального товара. Как же бороться с зависимостью от табака и что делать любителям сигарет, узнаем в следующем сюжете. Более 100 тысяч подписей набрала петиция против неэффективных запретов. Это вдвое больше необходимого количества, чтобы она была рассмотрена в правительстве. А общество уже устало от разных запретов, говорят общественники. Например, вейпы – это электронные сигареты. Потому что эта мера по запрету вейпов затрагивает почти один миллион казахстанцев. То есть это люди, которые так или иначе отказались в свое время от сигарет. Переходили на альтернативные продукты, то есть хотели оставить в прошлом сигареты. И получилось так, что сейчас инициаторы этого запрета работают по сути против этих людей. Как будто бы в интересах производителей сигарет. Если запретить законы оборот электронных сигарет, то серый импорт вырастет в разы, говорят противники запрета. В пример они приводят другие государства мира, например, в Великобритании. Чтобы снизить количество курильщиков, каждый пятый житель получает вейпы бесплатно. В Новую Зеландию тоже упомянули активисты. Там не так давно был введен новый закон о том, что там не будут продаваться табачные изделия лицам, родившимся после 2015 года. То есть там речь не про электронные сигареты, многие переворачивают. Там речь не про электронные, про табакокурение. И министерство Новой Зеландии сказало, что до 2028 года мы пересадим всех курильщиков на альтернативные виды табачных изделий. Мы готовы называть себя табачными изделиями. Более безопасными, чем обычные сигареты. Пока врачи говорят об опасности вейпов и не менее тяжких последствиях, чем от обычных сигарет, сторонники продажи электронных требуют оставить сферу в покое. И, к слову, по незаконному возу незадекларированных вейпов. Мы уже не раз говорили и показывали, как на таможне задерживают продавцов электронных сигарет. Впрочем, и обычные сигареты тоже регулярно пытаются провести в республику без декларации. Депутаты также не раз задумывались о полном запрете электронных сигарет. Если капля никотина убивает лошадь, то запрет убьет всю табачную отрасль, уверены авторы петиции. В Сырымском районе Западно-Казахстанской области не хватает медиков. Об этом заявил Аким района Жумакельдеба Терниазов на брифинге региональной службы коммуникаций. Также глава района рассказал о темпах развития сельского хозяйства, строительных и бизнес-проектах и в целом о социально-экономическом развитии Сырымского района. Как отметил в своем докладе Аким Сырымского района Жумакельдеба Терниазов, в текущем году в сравнении с прошлым объем промышленной продукции в районе вырос на 45% и составил порядка 360 миллионов тенге. В сфере сельского хозяйства объем производства составил 8 миллиардов 193 миллиона тенге. Общая площадь посевных сельскохозяйственных культур в текущем году по району составила 24 705 гектаров. На площади 13 448 гектаров зерновые культуры – это яровая, азимая пшеница, ячмень, проса, сорга. 9 379 гектаров масличных культур и кормовые культуры – 1878 гектаров. В этом сезоне в посевной кампании приняли участие 33 крестьянских хозяйства. Общий объем бюджета района на текущий год составил 6 миллиардов 243 миллиона тенге. В рамках госпрограммы поддержки предпринимательства 42 человека получили возможность открыть или развивать свой бизнес. На этом было выделено 678,5 миллиона тенге. Кроме того, в текущем году 12 проектов реализуются через инвесторов. Это строительство автокемпинга, автозаправочной станции, ресторана, проекта откромничного комплекса и других объектов. При их реализации планируется создание 224 новых рабочих мест. Также Аким отметил, что в текущем году проводится большая работа по ремонту дорог. В этом году в рамках программы «Нурлы Жол» ведется капитальный ремонт 29 километров подъездных дорог до села Кособа, внутри поселковых дорог по улицам Молдогалиева, Мамышулы, Сатаева, Жунысово, села Жамбиты. Данные проекты являются трехлетними. В настоящее время подрядная организация, это ТОО «ТОБИ», производящая средний ремонт 14 километров подъездной дороги к селу Кособа, ведет работы в соответствии с планом. Сейчас уложено 5 километров щебня. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей подрядчикам ТОО «Анушко-Рылыс» в отношении подрядной организации направлено исковое заявление в суд. Также принимаются меры по направлению документов в суд в отношении подрядной организации САПАК в связи с задержкой работ по ремонту внутрь поселковых дорог. Одна из самых острых на сегодняшний день проблем – нехватка медицинских специалистов. Но её намерены решить, заявил Аким. «На сегодняшний день в районной больнице наблюдается нехватка акушеров, гинекологов, педиатров, хирургов, анестезиологов, реаниматологов, онкологов, врачей общей практики. Для решения этой проблемы в целях повышения интереса молодых врачей к трудоустройству в нашем районе будет проведена работа по обеспечению жильем и единовременными подъемными пособиями специалистам. 2 миллиона тенге они получат от областного управления здравоохранения и 345 тысяч тенге через программу с дипломом в село». Сегодня в районе функционирует 22 школы, один колледж, три организации дополнительного образования и три детских сада. В районном центре запланировано строительство школы-лицея на 400 мест. Также в плане строительства зданий начальной школы на 60 учащихся в селах Жиракудук и Куспанколь. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекинов, ТДК-42. Расследование в отношении ПК Ассар-Баспана проводится в Шимкенте. Руководителей компании подозревают в создании финансовой пирамиды. Досудебное расследование проводит департамент АФМ по городу Шимкент. Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба составляет более 700 миллионов тенге. Досудебное расследование продолжается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса и на информация распространению не подлежит. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. В аэропорту Караганды в очередной раз задержаны незадекларированные товары. Пресекли данный факт сотрудники таможенного поста Ауежай Караганда в Международном аэропорту Сарарка. Как сообщили в Комитете госдоходов, в ходе таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших авиарейсом из Анталии и пересекавших таможенную границу по зеленому коридору, была выявлена незадекларированная коммерческая партия товаров для строительства, то есть товары не для личного пользования. Задержанные товары, помещенные на склад временного хранения, то Караганда техникул центр ведутся работы по определению таможенной стоимости в целях уплаты соответствующих таможенных платежей и налогов. Также в отношении семи граждан Турецкой республики принимаются меры по привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 551 КОАПРК, недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров с наложением административного штрафа в сумме 30 МРП или 103 500 тенге. Ломать не строить. Уральские автомобилисты выразили недовольство состоянием дорог после ремонта коммунальщиками инженерной инфраструктурой. Иными словами, ремонтные бригады оставляют после себя траншеи в дорожном полотне, в которые попадают автомобили. В результате транспортные средства ломаются, а водители несут убытки. Что делать, если ваш железный конь пострадал по вине строителей, расскажет наш корреспондент. Прошедшие выходные в социальных сетях горожане массово распространяли видео, где два автомобиля одновременно провалились в яму на пересечении улиц Кирдеры и Гумар-Караша. По словам жителя Айбара Искакова, такую ситуацию на дорогах города он видит часто. Даже солидный стаж и опыт вождения не всегда спасают автолюбителей от неприятных ситуаций. Особенно, если ямы на дорогах никак не обозначены. Часто езжу по городу и замечаю, что на некоторых улицах после ремонтных работ остаются ямы, и машина от этого страдает, попадает в ДТП. В ЖКХ сообщили, что в районе областной больницы проводились плановые ремонтные работы по замене труб теплотрассы. По подготовке к отопительному сезону данные работы проводились целиком по улице Гумар-Караш. В том числе и данные перекрестки тоже мы поскрывали. Подрядная компания, ЖАИК, ЖОУРЛЫС, в их обязательства входят после аварийно-ремонтных работ, скрытый участок асфальта, они должны проводить асфальтирование. Щебень они уложили, который потом в дальнейшем грунт дал немножко просадку. Следующие машины у нас застряли. На сегодняшний день данные работы полностью проведены. Альберт Бекмухамбетов подчеркнул, что при подобных работах всегда выставляются дорожные знаки. И водители при управлении транспортными средствами должны учитывать погодные и дорожные условия. При повреждении автомобиля на дорогах из-за ямы или выбоин водителю необходимо оформить ДТП с участием полицейских. В этом случае будет проводиться расследование. Альбина Каленова, Нурлан Кунашев, Олег Писаренко, Аймураджа Гапарта, ДК-42. С началом учебного года на дорогах увеличивается риск возникновения происшествий с участием детей. В целях предотвращения ДТП с 27 августа по 30 сентября по всей республике проходит ОПМ «Внимание, дети». Полицейские волонтеры вышли на дороги города Уральск, чтобы напомнить всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении ПДД. Главная цель оперативно-профилактических мероприятий «Внимание, дети» – привлечь внимание родителей и детей к вопросам безопасности в повседневной жизни, в особенности на дорогах. Согласно данным полиции, с начала года в области зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В результате этих происшествий два ребенка погибли, 68 получили различные травмы. Так как многие несовершеннолетние предпочитают передвижение на электрических самокатах, особое внимание уделяется и соблюдению правил дорожного движения для водителя электросамокатов и мопедов. Новые правила для них вступили в силу с 30 августа. Так как в основном данным видом транспортным увлекаются несовершеннолетние, хотели бы предупредить за нарушение правил дорожного движения, предусмотренных административной ответственностью по статье 593-620 Кодекса административного разрешения Республики Казахстан. На помощь полиции по обеспечению безопасности детей пришли и волонтеры, по инициативе которых организована акция «Пристигни самое дорогое». Цель данной акции – привлечь внимание водителей. Также на этой акции наши волонтеры будут проводить опрос среди водителей, также будут раздавать информационные листовки. Также в социальных сетях мы запустили акцию с фиштегом «Пристигнись 07». Все, кто хотят, могут поддержать наш проект. Обеспечение безопасности детей – это задача, которая касается всего общества. Важно создать окружение, в котором дети могут расти и развиваться, не испытывая опасности в повседневной жизни. Мульдар Садроголева, Марлен Искалеев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42. В Уральске прошел традиционный фестиваль, посвященный Дню языков народа Казахстана, основной целью которого является популяризация и пропаганда национальных ценностей. Как отмечают организаторы, праздник языков – это не только возможность отметить наше культурное наследие, но и призыв к единству и уважению друг к другу. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Вниманию гостей фестиваля была представлена специально организованная выставка произведений деятелей искусств региона. Торжественное мероприятие началось выступление ансамбля «Алаш». В фестивале приняли участие заместитель Акима города Уральска Мирбулат Нуржанов, заместитель руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела Тлег Габдышев, также выдающиеся деятели культуры Западно-Казахстанской области и лингвисты. В своей приветственной речи Мирбулат Нуржанов подчеркнул важность языка в поддержании единства народа. Поздравляю вас с Днем языков народа Казахстана. Это важный и яркий праздник для нас. Он имеет особое значение в общественной жизни нашей независимой страны. Это праздник дружбы и единства мирного сотрудничества. Казахстан – это многонациональное государство, и наше богатство заключается в разнообразии культуры языков. Но именно в уважении к разным языкам и культурам мы находим единство. Каждый язык, каждая культура – это часть большой казахстанской семьи, и мы должны беречь их как свое собственное сокровище – судьба нашего родного языка в наших руках. Отделом культуры и развития языков в городе Уральск в течение года проводились различные мероприятия с целью повышения статуса государственного языка. На фестивале награждены активные участники данных мероприятий, в том числе поэты, писатели, ученые и журналисты, прославившие статус языка в регионе. На фестивале мы наградили всех писателей, поэтов, интеллигенцию города, кто принимал участие в мероприятиях в течение всего года – медалями и благодарственными письмами. Фестиваль проводится для популяризации государственного языка среди представителей разных этносов, проживающих на территории Казахстана. Фестиваль «Тыльмерие» – это не просто мероприятие, это символ уважения к языку, культуре и наследию наших предков. Язык – это ключ к нашей идентичности, к нашей культуре, к нашим корням. Именно через язык мы сохраняем свою историю и передаем ее будущим поколениям. Поэтому важно каждому из нас уважать свой язык и свой народ. Казахский язык, как государственный, должен всегда быть на вершине. Это не только наша обязанность перед законами нашей страны, но и наша ответственность перед будущими поколениями. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш язык звучал в каждом доме, в каждой семье, в каждой школе. И это начинается с детства. Каждый из нас должен повысить статус казахского языка с малых лет, учить его, гордиться им и использовать в повседневной жизни. У нас есть множество представителей разных национальностей, обучающихся в школах с государственным языком обучения. Поэтому такая системная работа и мероприятия должны проводиться чаще, говорят языковеды. Финальный розыгрыш акции «Оранжевое лето-2.0» в Уральске определил победителей денежных сертификатов на общую сумму полтора миллиона тенге. Грандиозное мероприятие состоялось в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр», который и организовал совместно с партнерами щедрую акцию. Акция «Оранжевое лето-2.0» в торговом развлекательном комплексе «Сити-Центр» стартовала три месяца назад. Для участия в розыгрыше необходимо было совершить покупку от 10 тысяч тенге в магазинах-партнерах. В течение всего лета участники выигрывали денежные призы, билеты в кинотеатр «Синема-парк» и семейный парк отдыха «Социэл-парк». Финальный розыгрыш собрал огромное количество участников, в котором покупатели могли выиграть один сертификат на 100 тысяч тенге, два сертификата по 200 тысяч тенге и главный приз – 1 миллион тенге. Главным условием акции было личное присутствие участников. Призы нашли своих обладателей. Главный подарочный сертификат в 1 миллион тенге получила жительница города Раушана Абдрахманова. Победительница выразила большую благодарность организаторам и пожелала горожанам удачи. Все, Абдрахманова, Раушан, громкие аплодисменты! Обладатель 1 миллиона тенге! Я желаю, чтобы почаще были такие розыгрыши, чтобы все получали по миллиону. Отметим, торгово-развлекательный комплекс «Сити-центр» продолжит радовать своих покупателей новыми интересными розыгрышами. Следите за новостями на странице «Сити-центра» в Инстаграм. Альбина Каленова, Айбла Джагапар, Александр Грабурев, телеканал ТДК-42. Уральские спортсмены награждены медалями от Олимпийского комитета Западно-Казахстанской области посетил директор Департамента спорта Национального Олимпийского комитета Республики Елсиар Канагатов. В рамках празднования 30-летия Олимпийского комитета при Школе Олимпийского резерва состоялось торжественное собрание с участием местных спортсменов и тренеров. Награда от Национального Олимпийского комитета Казахстана для спортсменов одна из высших. За вклад в развитие национального спорта ряд спортсменов и тренеров получили медали и благодарственные письма от имени директора Департамента спорта Олимпийского комитета Елсиара Канагатова. Среди награжденных президент Федерации гребли на байдарках и каное по Западно-Казахстанской области Юрий Казанин. Спасибо руководящему нашему составу оба спорта, нашему президенту Федерации гребли на байдарках и каное Юрию Викторовичу Казанину за поддержку нашего спорта и всех директоров наших школ за поддержку, что они у нас поддерживают, развивают все виды спорта. Представитель Олимпийского комитета поблагодарил спортсменов и тренеров за их труд и вклад в развитие казахстанского спорта. Он отметил, что уровень развития спорта – один из важных показателей развития страны в целом. В нашей стране, благодаря усилиям работы Национального олимпийского комитета, много сделано. Наши выдающие спортсмены не раз поднимали флаг страны, в честь них звучали гимн страны. Поэтому спорт – это здоровье, спорт – это имидж наше государство. Мы в этом году решили объехать все регионы и поздравить, и самое главное – сказать спасибо нашим спортсменам, выдающим тренерам, ветеранам спорта и в целом тем людям, которые помогают в развитии казахстанского спорта. Совсем скоро наши спортсмены смогут принять участие в 19-х летних азиатских играх, которые пройдут в Китае, в городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября текущего года. В азиатских играх разыграют медали в 40 видах спорта. Марина Корбук, Наруан Кунашев, Особи Кобекенов, ТДК-42. В Уральске стартовал международный турнир по волейболу «Достык дружба», посвященный Дню города. Это спортивное мероприятие объединило подростков из Российской Федерации и Казахстана. Наши корреспонденты присутствовали на официальном открытии соревнований. За приз Акима города в традиционном 15-м турнире по волейболу среди подростков в приуроченном ко Дню города борются 16 команд. Спорт всегда служил средством сплочения, и этот турнир под названием «Достык дружба» не стал исключением. На турнир приехали ребята из таких городов, как Москва, Новокуйбышевск, Уфа, Астана, Павлодар, Актау и Шимкент. Аким города поздравил местные команды и гостей с Днём города и пожелал удачи в турнире. Уважаемые гости, уважаемые любители спорта, разрешите вас всех поздравить с открытием международного волейбольного турнира в честь Днём города Уральс. Желаю, чтобы Досталина Мария всегда была на хорошем уровне. Вам всех удачи и успехов. В международном турнире зрители могут увидеть захватывающие матчи, наполненные духом соперничества и взаимного уважения. По словам гостей из Российской Федерации, волейбол привлекает спортсменов своей динамичностью и мотивирует человека чувствовать ответственность за команду и учиться доверять ближнему. Мы приехали из России, из города Самары. Уральс хороший, команда тоже очень достойная. Я люблю соревноваться, когда очень хорошая команда. Все команды показывают достойную подготовку и игру, говорит 15-летний Александр Шишулин. Юноша живёт в Самаре и занимается волейболом 7 лет. По его словам, вернуться в родной город – это большая радость. Тут у меня много родственников. Турнир сам называется «Дружба». Мы тут познаём новые команды, у нас появляются новые друзья, новое общение. Я люблю Уральск. Я бы хотел тут возвращаться каждый месяц, можно сказать. Турнир продлится до 8 сентября. Посмотреть на яркие игры вы можете в спортивном клубе «Урал». Альбина Коленова, Олег Писаренко, Аймураджа ГПАР, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Тенга Ки-Зет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангирхана 18, дробь 2. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин